Спасибо, что меня пригласили. Для меня это большая честь выступить в таком городе, как Орел. Я посмотрел программу КПРФ, и вы знаете, там много свежих идей. И сейчас вот все мы многое понимаем, пороки, сложившиеся в нашем Отечестве. И сейчас задача найти путь к душам и сердцам нашего народа, замученного. Очень тяжелой жизни. Ну вот первое, правда, мы должны говорить правду. 10 лет, давайте мы отстанем эти 90-е годы. Ведь 10 лет нынешний руководитель нашего государства, нынешнее правительство. Вот за эти 10 лет давайте спросим, что они достигли. За 10 лет в России среднегодовой темп роста по Росстату 1%. А на самом деле это в пределах статистической погрешности. А мир в три раза больше. А Польша, которую мы критикуем, в 4 раз с лишним раз больше. Индия, Китай, даже уже не говорю. ВВП в России на душу населения меньше, чем в Португалии и Турции. Меньше, чем в бывших соцстранах. Меньше даже в странах Прибалтики, двух странах Прибалтики. И при нынешнем экономическом курсе, вот это нужно четко всем зарубить. При нынешнем этом экономическом курсе это отставание будет усиливаться. И указы президента о национальных целях, правильные указы, ни один по важнейшим пунктам 10 лет не выполняется. Страна Россия на 75% состоит из бедного населения. Как-то президент сказал, что средний класс относится к тех, у кого на душу 17,5. Это кто ему мог такое сказать? Есть научные нормы, что такое средний класс. Средний класс это когда, платя 30% своего дохода, за 20 лет он расплачивается за квартиру 25 квадратных метров на душу. Вот это есть научное определение среднего класса. И вообще говоря, в бедной стране такого среднего класса даже может и не быть. А у нас его всего 20%, ну 20-22%, 3% богатых, 75% населения бедные. И вот как-то сказала академик Аган-Бигян, вот потому-то наш народ и не активен. Потому что каждый занимается лишь бы выжить от зарплаты до зарплаты. Вот это страшная беда для нашей страны. И это еще усиливается страшным неравенством. Неравенством между регионами, я вам сейчас скажу цифры, и неравенством между классами. Вот я посмотрел, вот валовые, ну давайте денежные доходы населения в Москве, 90 тысяч рублей в месяц. В Орловской области 29 500, ну 30 тысяч. Это что? Почему? Что Орловская область хуже работает, что ли? И я вам другие регионы тоже скажу. Допустим, в Ашкорстане, где я работал президентом Академии наук, сейчас только 25% государственных сборов за нефть остается в республике. И то же самое за промышленные предприятия. А 75% идет в центры. И это естественно. В результате из регионов России люди уезжают жить в Москву. И в том числе из Орловской области. Аномальные расслоения по классам. 0,4% семей, это 200 тысяч семей, имеют доход более 5 миллионов рублей в месяц. Вы представьте себе, более 5 миллионов рублей в месяц. Их общий доход 12 триллионов рублей. Ну вот оттуда-то можно взять на содержание здравоохранения, образования, науки и культуры и уже на все остальные инвестиции. Нет. Ни парламент, ни правительство, ни президент по этому поводу никаких движений не делают. Я вам скажу, если мы не сделаем выравнивание налогами вот этих доходов, никакого экономического роста не будет. Три ключевые, да, число долларовых миллиардеров, деленное на ВВП. Это так нужно рассматривать по отношению к экономике. У нас в два раза больше, чем в Соединенных Штатах и в Германии, и в семь раз больше, чем в Польше. Вот с Польши, посмотрите, теперь три ключевые для меня взгляд проблемы, почему мы так плохо живем. Нет роста инвестиций. Вот академик Аган Бигян, старейший наш академик, я считаю, среди экономистов номер один, он с этого начинает речь. Если не будет инвестиций, то же не будет никакого роста ВВП. Так вот у нас в долях ВВП на инвестиции идет в полтора раза меньше, чем в Европе. В полтора раза меньше. Но самое ужасное, что они еще и неэффективны. На рубль инвестиции мы получаем в полтора раза меньше, чем в этих странах Европы. Вот это колоссальная проблема качества нашего народа, качества нашего руководителя и непринятия никаких по этому поводу. Неэффективны. Неэффективны руководители страны, неэффективны руководители предприятий, неэффективен наш народ. Вторая глубочайшая серьезная раковая проблема – системная коррупция. Недавно глава Следственного комитета Бастрыкин сказал, что за коррупцию, представь, за коррупцией 72 тысячи чиновников. Это 500 чиновников в месяц. Вы представьте себе, 500 чиновников в месяц ежемесячно привлекаются к уголовной ответственности. Это только чиновники, не бандиты, не воры. А дальше, он написал, больше ехать некуда, а едем туда же в 2022 году в полтора раза больше. Доля ВВП – третья корневая проблема. И она отмечена, кстати, в вашей программе, генерал Ильич. Третья проблема – доля ВВП, обеспечиваемая госбюджетом на развитие человека. Это главное, о чем мы говорим. Здравоохранение, образование, наука, культура. Разве это не все не определяет нашу жизнь? Так мы в долях ВВП более чем в два раза меньше даем, чем Европа. Руганная и переруганная. Я, конечно, тоже ее ругаю. Но все-таки уж себя-то тоже нужно за собой смотреть. И это в течение третьего века. И продолжающие, в том числе и последние 10 лет. Это так. И кроме того, самое неприятное я вам скажу, что плюс еще вредительские реформы, которые идут от чиновничества. Но вот мы говорили, что при социализме у нас была диктатура пролетариата. Кончили ее. Вот мы получили диктатуру необразованного, бестолкового чиновничества. И они еще и вредят. Они вредят. АПЛОДИСМЕНТЫ Белоусов, министр науки, председатель комитетов по науке и образованию в Сенате и в Государственной Доме. Вот я это им сказал. Исходящее от вас. От именно от руководителей правительства. Теперь двукратное недофинансирование. К чему это приводит? Вот недофинансирование образования плюс средительские реформы. Разрушена средняя школа. Разрушена средняя школа. Вот мой сын и моя дочь для своих детей, для моих внуков сейчас ищут школу, которой было нормальное образование. В Москве. А такие школы очень дорогие. Вот заслуга была советской власти. Мы ее, конечно, критиковали, ругали и так далее. Но заслуга была там, что весь народ обучался. Всех заставляли учиться. И всех надо заставлять учиться. Без этого не будет никакого развития народа. Плохо учишься, тебе у тебя создаются проблемы у твоих родителей и пап. И вот это должно быть делано. А мы пошли по американскому пути. Кстати, должен вам сказать, я в Америке и во Франции, и в Англии работал. Получал даже зарплату. Так там, в Америке, и вообще сейчас вся Европа, и мы пошли по этому пути. Образование нормальное получает несколько процентов. Все остальные облегченные. Синусы не нужны. Сочинение писать не нужно. Я считаю, что в России все должны пройти эти синусы, тангенсы. Геннадий Андреевич, я надеюсь, вы меня поддерживаете. Потому что это нужно не потому, что мы каждый день с Геннадьем Андреевичем берем синусы. Это мозги должны быть тренированные. Обязательно. Языковая подготовка. Русскую литературу все должны знать. Плюс еще национальные языки. У нас это все загибается. Поэтому, да, вот тут вот ноги сидят, 50-летние, 40-летние. Вот вы помните мои слова. У вас будет главная проблема. У вас не будет хватать квалифицированных рабочих, квалифицированных токарей, квалифицированных слесарей. Не будет хватать инженеров, технологов, конструкторов. И это будет страшное мучение. Вот за это мы будем платить. За то, что нам разрушено наше образование. И, наконец, наука. Вот это двукратное недофинансирование науки. И вредительские реформы, я еще раз подчеркиваю, привели к тому, что у нас и деградировала наука. Количество публикаций, качество публикаций, активность ученых. Как понимаете, когда мышцы не задействованы нашей власти, мышцы дрябнут. И по числу научных сотрудников мы сейчас находимся на 29-м месте. Представьте, Россия, Великая Россия на 29-м месте по числу научных сотрудников на душу населения. И только 10% аспирантов делают диссертации. Наука на 70% делается в диссертациях. Запомните это. А сейчас она не делается. Какие-то сириусы делают еще. Это пропаганда науки. А как может аспирант делать диссертацию, если у него стипендия 8 тысяч рублей? А это взрослые люди с высшим образованием. Теперь здравоохранение. Я думаю, вы еще не знали такие цифры о том, что смертность у нас самая высокая в Европе. Более того, несмотря на революционные измерения в медицинской технологиях, сейчас фантастические методы лечения сердечно-сосудистых, онкологических и прочих, у нас смертность, смертей по нормам больше, чем в советской власти, в России. На 200 тысяч человек целый город лишний умирает, несмотря на революционные изменения в медицине. Вот в каком состоянии. А что у нас? А плюс к этому, самый большой, в 2-3 раза выше, прирост смертей пандемийные 2 года. Вот президент у нас выступал и говорил, мы хорошо прошли пандемию. Как хорошо? Нехорошо мы прошли. У нас больше, чем в Соединенных Штатах, в 2 раза, относительно населения, и чем в Европе в 3 раза. И в результате за 19, 20, 21, 22 год после пандемии мы потеряли с падением рождаемости еще 2,3 миллиона человек. Это что, хорошо? Это очень тяжело. 2,3 миллиона человек из России как слезнуло, как будто у нас война была. Смертность в трудоспособном возрасте у мужчин в 3 раза выше, у женщин в 2 раза. И Россия сегодня на 119 месте по показателям здоровья населения среди 187 стран. Поэтому оценка отрицательной, неуд, вот по всем этим показателям, руководителю страны, правительству и его парламенту. Что же надо делать? Конечно, вот Владимир Иванович четко говорил об инвестиции. Конечно, инвестиции, без этого уже невозможно. Я же сказал, в 1,5 раза меньше в долях ВВП. Поэтому вот на этом должны быть сосредоточены все наши основные реформы, чтобы поднять уровень жизни. Это налоги, это прежде всего налоги. Я вам уже сказал о прогрессивных налогах. Если не будем прогрессивной налоговой шкалу, налоги на богатую собственность, налоги на богатое наследство, что везде в мире используется, я еще раз подчеркиваю. Везде это используется, в более-менее социальных государствах. У нас же этого не делается. Второе, налоговые льготы для инвестирования. Это десятки раз мы об этом говорили. И налоги брать нужно не с корпораций, не с бизнеса, а налоги в основном нужно переходить на личные доходы граждан. Если они маленькие, то люди освобождаются от налогов. А вот видите, я вам сказал, 0,4% семей. Вы знаете, в экономике есть вот сейчас новая тенденция. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглес написал книгу «1%, так и называется, 1%, потому что вот этот 1% богатейших, он гнетет всю экономику. Мы не можем содержать такое количество миллиардеров, которые не платят даже своих положенных налогов. А особенно, если налоги не из трудовой сферы. Вот, например, в Америке во времена Есенхаура и Кеннеди доходы, полученные за счет финансовых спекуляций, 92% шло в государственные доходы. Дальше. Спрос. Спрос. А это, во-первых, доходы населения. Значит, об этом нужно смотреть. Они у нас 30% сейчас составляют 95%. Ну, богатых сюда я не включаю. И должны они постепенно стать 0,4%, 0,5%, 0,6% с обеспечением товарной массы. Нельзя просто так добавить деньги, не обеспечивая товарной массы. Это будет инфляция, действительно. И, конечно, закупки государством. Закупки государства с третьей должны вырасти примерно 0,4%-0,45%. Ну, в европейских странах уже 0,50% примерно. Балансы. Распределение доходов. Это неравенство, которое есть, это дисбаланс. Цен. Я вам потом покажу на двух примерах, что такое дисбалансы. Финансовая система, о которой тоже Владимир Иванович говорил. Не должно быть таких высоких ставок. Конечно, глава Центрального банка, он не отвечает у нас за экономический рост. Но президент отвечает, правительство отвечает, парламент отвечает. Но такую ставку держать нельзя. Она оправдывается тем, что если, значит, сделать маленькую ставку, люди будут брать из госбанков кредиты и, значит, будут таскать, разворовывать. Ну, для этого есть соответствующие меры. Контроль и ограничение вывоза капитала. Везде он это имеется. Поэтому у нас тоже должно быть обязательно. Конечно, спецкредиты. То есть, если ты берешь кредит из госбанка, это фактически государственные деньги, то за тобой, если ты рубль и стратил не на проект, то ты должен сесть в тюрьму. Это обязательно должно быть. Потом отбор проекта. Вот все мои коллеги в Америке, которые, они все сейчас пенсионеры. Так они говорят, мы сейчас больше зарабатываем, чем когда работали в университете. Почему? Да потому что каждый банк его приглашает быть экспертом. Финансировать этот проект или не финансировать. Банкир с этим разобраться не может. Вот эта активность должна быть тоже у нас задействована. Ну и, конечно, доходы госбанков, я и хотел сказать. Только те доходы им остаются, которые за счет активности их спецпроектов, а не за счет финансовых спекуляций. Конечно, должна быть эффективность, я вам сказал, образование. Наш народ перестал быть эффективным в массе своей, потому что отдача от инвестиций в полтора раза меньше, чем положено. Поэтому образование, внимание к науке, оно должно быть соответствующим образом сделано. Наконец, балансы и сдержки с ценой. Вы знаете, что цена бензина у нас по паритету покупательной способности, а это только так нужно сравнивать цены в разных странах, в два раза выше, чем в Америке. А у них тоже своя нефть есть, в два раза выше. Эта цена давит на экономику. Почему она у нас выше? Да потому что 65% сбора, государственные сборы с цены нефти. А в Америке только 15%. Что нужно сделать? Только четверть нефти мы используем у себя, а остальные три четверти в виде нефти, сырой нефти или нефтепродуктов вывозят. Ну тогда убери ты сборы, уменьши сборы с внутренней нефти для своей экономики, переложи их на экспортную часть. Мы же понимаем, что именно там, на этих экспортах, богатеет у нас нефтяная мафия. Вот это надо было сделать, и тогда мы можем существенно снизить цены на нефть, а это инвестиции в экономику. Сниженная цена на топливо, не 55 рублей бензина, например, а 30 рублей. Это инвестиции в экономику. То же самое для всех остальных сырьевых товаров. Теперь про электроэнергетику, которая мне близка, потому что моя семья, так сказать, электроэнергетическая. У нас, да, мы тратим на единицу ВВП на 20% больше электроэнергии, чем в Америке. Но в два раза больше цены. В два раза, то есть не тратим электроэнергии, а цены в два раза больше. Это тоже давит на экономику, затраты на электроэнергию. Поэтому это тоже должно быть на внутреннем рынке снизить цену на электроэнергию. И это опять надо преодолеть невежество тех, которые ходят к президенту и говорят, что у нас электроэнергия самая дешевая. Она у нас в два раза дороже. Запомните еще раз, я всегда это говорю, и в прошлый раз вам говорил. Простые цифры, которые рекомендовал иметь в виду всегда Василий Васильевич Леонтьев, наш соотечественник, к сожалению, проработал всю жизнь в Америке. Минимальная месячная зарплата, везде, где я был, а я был во многих странах, минимальная месячная зарплата равна 1000 литров бензина. Вот сколько бензина у нас стоит? 55? Значит, минимальная зарплата должна быть 55. А у нас 250. Не 1000 литров, а 250. Вот где-то 800, где-то 1200, в Америке еще больше. Но вот это нельзя такие цифры нарушать. Теперь соотношение между ценами на базовые продукты народные, ну, простой хлеб, например. Вот вы же, вы же, Орловская область производит его. Так вот, за килограмм хлеба у нас можно купить только простого хлеба, только литр бензина. А везде 3 литра. Вот вам диспаритет цен. Поэтому на это тоже нужно обратить внимание. Ну и, конечно, планирование. И правительство никогда не публикует документов о том, что, ну, во-первых, конечно, планирование с земельными, налоговыми, таможенными, административными льготами за выполнение плановых показателей. За инвестиции. Даже разработка у нас есть людей, которые, если ты перевыполнил план, то у тебя кредитная ставка даже уменьшается. И это тоже выгодно государству. Никаких планов инвестиционных я никогда в правительстве не читал. Никаких социально-экономического роста. Ну, в указах президента были такие цены, но они никто не выполняется. Поэтому в программе КПСС правильно на это обращено знание, в том числе инвестирование в экономику знаний. Теперь кадры. Я уже сказал, что вот всех, кто будет строить нашу экономику еще 10, 15, 20 лет, вы будете всегда испытывать острую нехватку квалифицированных рабочих, инженеров и так далее. Это самая серьезная проблема на ближайшие десятилетия. Я уж не могу сказать свои предложения по Академии, но в заключении своего доклада, а потом я еще несколько слов вам скажу, мобилизация ресурсов на инвестиции, это прямо мобилизация в вашей программе, в заголовке это и есть сегодняшнего форума, смена кадровой политики, кадровая политика, которая там есть, она абсолютно недовлетворительная, и смена экономического порядка. Ну а в заключении я хотел, пользуясь тем, что я, пожалуй, здесь один из старших по возрасту, я помню время школьникам в сталинское время, я помню время, когда я учился в институте и начинал работу в хрущевское время, потом я стал доктором наук и профессором в Московском университете, в брежневское время, и потом пошло-пошло, потом в горбачевское время я поехал в Сибирь, чтобы поднимать науку в Сибири, в Башкорстане, вот такое время, то есть я пережил ельцинское время и вот сейчас Путина. Я пережил все эти моменты, и помню даже сталинское время. Высшая ценность для руководителя, то, что растет его народ, растет интеллектуально, растет, улучшается его образование, растет его культура, наука, высшая ценность и сохранение природы. Все это у нас не выполняется. Не свобода высшая ценность, а высшая ценность, о которой я вам сказал. И самый главный порог, который у нас всегда есть, это самовосхваление. Самовосхваление, самолюбование, это путь деградации. Нам нужно уйти от этого самовосхваления и не давать руководителям самовосхваляться. Вот я послание президента, уважаемого президента, причем я, не подумайте, что я буду кого-то призывать к смене власти. Нет, это не моя функция. Но президента нужно призывать к порядку. Вот он сейчас обжегся на прошлой неделе на том кадре, которых он себе создал. Сейчас он начал понимать, что было за 10 лет, люди, которых он назначал вице-премьерами, они сейчас все уехали, бросили нашу страну. Мы будем этим заниматься. Поэтому я должен заключить, еще раз, ставя оценку, я имею право на такую оценку, я академик Российской Академии Наук, еще с советских времен. Я ставлю оценку парламенту, правительству, президенту, неуд. Не для того, чтобы... Не для того, мы студентам ставим двойки, не для того, чтобы их исключали, а для того, чтобы он обратил на это внимание. Вот это чрезвычайно важно. И позвольте мне выразить веру, что наша великая Россия встанет с колен и станет абсолютно независимой и обогащать мировой культурой и науку. Спасибо. 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 Спасибо.